Доброго времени суток, уважаемые друзья! Зовут меня Перпятом или же Александр. И да, Atomic Heart закончился, но я вспомнил ещё одну игру, которую давненько хотел пройти. Называется она Singularity. И в ней мы тоже отправимся в СССР, правда в этот раз в научный гулаг. И будем выяснять, что же там творится. Ну а если вам, друзья, понравится этот видос, или вы захотите меня поддержать, вы можете это сделать с помощью лайков. Ну а я уже запускал игру, посмотреть, работает ли она. Да, но ничего не проходило без вас. 1945 год. Советский Союз продолжает наращивать политическое влияние и военную мощь. Советский Союз остаётся сверхдержавой, влияющей на мировую обстановку. Но только Соединённые Штаты обладали атомным оружием. Трома же велел, что мы должны развивать ядерную технологию. Влаги свободы поднимаются по всему миру. Превосходство Америки обещало быть недолгим, поскольку у Сталина уже был в работе ответный план. Во время поисков урана на маленьком острове у юго-восточного побережья СССР советские инженеры открыли Е-99, беспрецедентно мощный источник энергии. Разглядев в этом ключ к мировому господству, Сталин бросил все силы на изучение возможностей нового вещества. Задачу поручили Виктору Барисову, создавшему на острове научный центр Катерга-12. За выдающиеся научные достижения он получил орден Ленина. Никита Хрущев, сменивший Сталина, потребовал ускорить программу и вынудил Барисова приступить к испытаниям. Е-99 оказался мощным, но чрезвычайно нестабильным источником энергии. В катастрофе не выжил никто. Москва похоронила Катергу-12 и все, что с ней связано. 2010 год. Американский спутник-шпион зафиксировал выброс радиации в этом районе. Опасаясь повторения Чернобыльской катастрофы и встревоженной молчанием Москвы, Пентагон отправляет разведгруппу в зону Катерги-12. Это забавно, что там был научный комплекс, а тут прямо каторга-12. Прям клюква такая. Но меня это только веселит, если честно, на самом деле. Так, а вот и наши чуваки. Группа Спарта Титан-1 на связи. Вы вошли в воздушное пространство России. Действуйте осторожно. Хорошо, попытаемся. Понял, Титан-1. Следую точно по курсу. До цели 3 минуты. Наверное, они на шутку переполошились, раз послали нас под угрозой международного скандала. Хотел, друзья, сделать немного потише музыку и эффекты и голос побольше, ну, погромче. Но такой функции в игре нет. Увы, жаль. Разведка утверждает, что тут лет пятьдесят, как никого. Но мы-то знаем, какая у нас военная разведка. Надо быть готовы ко всему. Спарта, сохраняйте скорости направления. Пос понял, Титан-1. Смирно. Ты это видел? Оно испарилось? Чувак. Кстати, эту игру делали люди, которые делали Call of Duty. Поэтому экшен, по идее, должен быть и хороший. Оу. Что такое? Похоже на огромный электромагнитный импульс. Настолько жесткий, что вертолет аж загорелся. Но оно неудивительно. Видимо, произошло замыкание какое-то и... Вспыхнул пожар на вертолете. Но, разумеется, все не могло идти хорошо. Конечно же, что-то должно было пойти не так. И, друзья, просыпаемся. Оу. Все полыхает. Это похоже на пристань какую-то рыбацкую. Так, но поуправлять-то мне дадут. Итак, что мы имеем? Кругом развешаны флаги. Так. Немного сенсующе понизил. Кругом расклеены флаги. Такое прямо клишированное представление СССР. Забавно даже, забавно. Оу, все рушится, какие-то тела лежат. Че-то это похоже на хоррор. Стимулятор. Немного восполняет запас здоровья. А у нас он такой есть? И как его использовать? А вот он, смотри-ка. На R. Это Дэвлин-4-1. Нас сбили. Твою мать, повторяю, нас сбили. Титан-1 на связи. Капитан, доложите обстановку. Я был в отключке. Вертушка сбита. Нас разбросало. Пока не знаю, скольких мы потеряли. Прием. Судя по спутнику, вы в 30 километрах к югу от радиовышки. Капитан, ведите отряд туда. Мы вас вытащим. Так точно, сэр. Группа Спарта. Если слышите, переключите рации на частоту 3. Встречаемся в точке сбора. Так, встретиться с Дэвлиным. И, надеюсь, нам дадут какое-нибудь оружие, потому что я чувствую себя неуютно здесь без пушки. Так, что это у нас? Приток новых ученых и инженеров в каторгу 12 прекратился. Говорят, доктора Баррисова скоро назначат руководителем каторги 12. Но вряд ли Кремль настолько верит в его успех. Если бы доктор Демичев не погиб при пожаре... Если бы доктор Демичев не погиб при пожаре. Окей. Записка. Мы понимаем, что у вновь прибывших всегда есть вопросы, но у нас мало времени. Прибывающих граждан следует опрашивать в установленном порядке, не отвлекаясь на посторонние разговоры. А после заполнения формы немедленно отправлять на следующий пост. На каждом корабле прибывает много пассажиров. Чем быстрее вы их пропустите, тем быстрее они смогут приступить к работе. Правильно, это же каторга. Так, что у нас тут еще есть? Пощелкать можно, покликать. Ну ладно, это интерактивная карта, которая говорит, что где. Этот проектор, можно ли его запустить? Как вам шрифт? Ха-ха-ха-ха! Уходящая с запада не оплабевает. Здесь, на уединенном острове в каторге 12, мы ищем способ остановить эту угрозу. Работа, которую мы здесь проводим, изменит мир и спасет нас от тех, кто желает нам зла. Советские ученые нашли венец всех наших надежд и мечтаний. Элемент Е-99. Е-99 – интересный элемент, обнаруженный только на этом острове. Каторги 12. У вас есть много возможностей помочь своей стране. Ваша семья будет в ходе на острове. Мощь. Они не будут ходить в школу, где они получат лучшее образование в СССР. Научные исследования – одно из основных направлений на острове. Они охваживают сельское хозяйство, промышленность, медицину и армию. Переработка Е-99 – важная функция острова. Из Е-99 мы создаем металл, газ и другие материалы для повседневного применения. Усиленный армейский консистент обеспечивает безопасность каторги 12. Неутомимые друженики – опора острова и гордость нашей страны. От железной дороги до порта каждый рабочий старается на благо Родины. Ваш самоотверженный труд позволит нам добиться главной цели, которую мы преследуем в каторге 12. Мы должны сплотиться перед лицом с западной агрессией. Вам трудно повезло. Вас выбрали для работы в каторге 12. Для вашего удобства мы перевезли сюда вашу семью. Плачевный круг по благо Родины. Так, ну забавно. Правда, справедливости ради, такие мультики в СССР бы не рисовали. Видно, что чисто западная анимация, рисовка, ну, стилистика. Так, а тут все обгоревшее. Если вы каким-то чудом уцелели и слышите меня, встречаемся у радиовышки, которую вы видели на подлете. Оттуда нас эвакуируют. Шевелитесь, вперед! Окей, у меня хотя бы есть нож. Прекрасно. Ну, а приседать я и так умею. Что? Господи, вытащите меня отсюда! Чел, ты там как? Не вытащили, да, я смотрю. Мне показалось, когда были глюки, что это калаш. Это палка всего лишь. Ладно, идем дальше. Двери не открываются, и я думаю, в таких играх сюжет важен. Поэтому всякие аудиозаписки и прочие пленки, думаю, можно смотреть. Это даже интересно. Оу! Еще один импульс. Оу! Причем очень жесткий, а что делать? Что? Нас перемещает во времени? Мы сможем понять, что здесь случилось, из-за чего произошла катастрофа. Ай! Это было бы круто. Ааа! Вот че, блин? Ладно, так и задумано было. Я думал, я накосячил. Чувак, не проваливайся под пол. Я помогу тебе. Помогите! Давай, чувак, вставай! Вставай! Дядя, вставай! Вставай, 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 вставай! Нагазатель, не смогу идти. Вам придется помочь. Ну, а куда тебя тащить-то хоть? Я... Я не знаю. Наверное, куда-то сюда, где проход открывается. Так. Интересно, это как-то повлияет на сюжет в дальнейшем? Что мы чуваков спасать будем? Оу! Ладно, потому что я его сюда отбросила. Это не говорит о том, что нам сюда нельзя. Он-то пошел налево, а мы-то идем направо. Присеть с чуваком на плечах. Такая себе была идея. Ааа! Чувак, не беги на меня! Гори сам там отдельно, слышишь? Давай-то, это сам как-то справься. Я без моей помощи сгоришь. Я ничем не могу тебе помочь. Так. Ну, вроде выбрались. К бюсту. К месту сбора. Но если здание полыхает, может, имеет смысл вытащить их на улицу? А не просто в холл. Что ты натворил? Что я натворил? Ничего. Я чуть не погиб. Мне повезло, что он меня спас. Николай Демичев. Это и был тот чувак? Да, лидер новой эры советской науки и радикальных научных достижений. Блин, мы опять здесь? Мы же отсюда пришли. С тех пор, как доктор Демичев отбыл в Москву, приток новых ученых и техников на каторху 12 увеличился на порядок. Видимо, его демонстрация нашей работы оказалась успешной. Мы строим новые лаборатории, а наше финансирование постоянно увеличивается. Только подумать. А ведь всего месяц назад доктор Демичев чуть не погиб при пожаре. Тот, кто спас его, спас и всех нас. Мы изменили прошлое. Раньше здесь был бюст Сталина, а теперь здесь Демичев. Офигеть. Мы изменили ход истории. И нам сюда? Все немного поменялось, и крыша стала протекать. Теперь везде статуи Ленину и Демичеву. А что? Прикольно. Во многих экспериментах, проводившихся в каторге 12, использовалось вещество Е-99. Ищите сохранившиеся разработки. Рано или поздно вы найдете того, кто сможет их использовать для усовершенствований. Прикольно. Я вот здесь вот не могу пройти. Ладно, перепрыгну. Так, идем дальше. Мы уже в городе, похоже. Не знаю, сколько времени у меня есть, поэтому буду краток. Два часа назад сингулярность взорвалась. Погибли сотни людей. Радиация усиливается и вызывает. Она превращает людей в жутких тварей, которые питаются человеческой плотью. Надо уходить, пока они не нашли меня. Окей. Это была сингулярность, оказывается. И жуткие твари, которые не прочь перекусить. Вашу мать, ответьте кто-нибудь! О. Ответьте и скажите, что у нас все тут малость не в норме, потому что я сейчас точно рехнусь! Похоже, у меня крыша едет. Я уверен, вашу мать! Так, ладно, без паники. Следовать приказу. Продолжать движение к радиовышке. О! Это жутко! Смотрите! По-моему, она слишком большая для того, чтобы поместиться в карусельку. Ладно, что за записка? Уважаемые родители Якова Мойковича! Ваш сын плохо себя ведет. Он передразнивает меня в присутствии учеников и носит головной убор на уроках. Такое поведение недопустимо. Если Яков не будет вести себя прилично, придется исключить его из школы. Или принять более серьезные меры. Какие более серьезные меры? В ГУЛАГ его отправить? Ха-ха-ха! За шапку! Маша вернулась из лаборатории и сказала, что неважно себя чувствует после контакта с раствором Е-99. Я предложил сходить к врачу, но она отказалась. Боялась, что ее могут убить и попросили никому не рассказывать про ее болезнь. Думала, все само пройдет. Но со временем ее состояние только ухудшилось. Саша стала очень агрессивной. Начала бросаться на меня как бешеная. Пришлось запереть ее в комнате. Теперь оттуда доносятся ужасные звуки. Похоже, кто-то из этих чуваков Саша. Так, что в багаже у нас? Э! Че? Кто там мечами кидается? Так, прячутся на втором этаже. Но прошло уже много десятков лет. Вряд ли они все еще здесь. Не ломается. Будь проклят! День, когда мы переехали в каторгу 12. Юрий сутками не вылазит из своей лаборатории. Я его спрашиваю, что это у тебя за работа такая, что нельзя хотя бы ночевать дома. А он повторяет, что не может ничего рассказать, иначе нас накажут. Не, ну это уже какие-то преувеличения идут. Что прямо всех наказывают, всех сразу в гулаг. Найти оружие и отстрелить в замок. Боеприпасы есть. Ииии! Ствол! Центурион! Револьвер, стреляющий мощными боеприпасами на основе Е-99. Обладает большой убойной силой, но очень низкой скорострельностью. Э, вот так, да? Я понял. Мой папа работает на большом перерабатывающем заводе. Здесь, на каторге. Вчера у папы болела спина, когда он пришел с работы. А утром у него на спине что-то выросло. И мама очень испугалась. Начал муссировать, да? Максимум боеприпасов? Э! Что за бабака такой, бебяка был? Ах ты, черт возьми! Да ты что, прикалываешься? Жесть, он еще и больно бьет. Так, пойду-ка я патроны возьму. Слушай. Я аж не думал, что так больно будет. А сколько у меня пуль сейчас? Я же даже не знаю. Как посмотреть, сколько она не показывает? Там есть кто? Здесь ничего. Ладно. Просто идем вперед. Центурион у нас уже есть. Зачем второй центурион? Класс... Э! Бебезяка! Сорян, если отстрелил башку тебя. Прости. Что, живой еще? Сорян, если башку отстрелил, патроны я возьму. Похоже, здесь с ними будет дефицит. Что-то мне подсказывает. Поэтому лучше смотреть по сторонам. О, чувака немного порвали на куски. Ну, такое бывает иногда. Читан-1, если вы меня слышите, я нахожусь в здании, похожем на школу. И тут кто-то... Ух, твою мать! Ну, это здание похоже на школу, не правда ли? Типа, вот детская площадка. Правда, больше на какую-то японскую школу, что ли? По архитектуре. Карусель. Ви-и-и! Ха-ха-ха! Веселье! Так, лады, двигаем дальше пока. Думаю, клюквы здесь будет прямо пере... Пере... Это круто, это весело даже. Перебор. Такая прямо лютая клюквенная клюква. Так, что у нас тут? Аптечки нужны. И правда, смотри... Ой, они уже тогда жутко выглядели. Они уже тогда... Ты... А, он просто продолжает по инерции ползти. Но уже как бы не ползет. Да, вот так. Ага. Налево, направо, прямо. Помогите. Сначала забыли сирены, а потом был взрыв. Товарищ Бурсукова закричала и выбежала из класса. Она бросила нас здесь. Одних. Я прячусь в туалете. Слышны вокруг одни крики людей. Я не знаю, что делать. Помогите. Здравствуйте, дети. Обязательно мойте руки после уборной. Соблюдение правил личной гигиены очень важно для вашего здоровья и здоровья окружающих. Странно, что власти СССР вот так вот просто все забросили. Ну, то есть оставили все технологии, все данные. Приходи, смотри. Никак это не охраняется место, что удивительно, да? Как-то это очень странно. По приказу доктора Демичева мы назначили персональные места в столовой для всех учителей и учеников. Поступило несколько жалоб. Но Демичев велел ничего не рассказывать. А мне не нужны проблемы. Даже в школе. Даже в школе. Тут вообще все... Очень жестко. Микрофон. Во время учебной тревоги учащиеся должны четко следовать указаниям. Ну, понятное дело. Так. Давайте сюда сперва заглянем. Вот есть чего? Оп. А не зря. А вообще не зря. Подхилились маленько. Что за дверью? Ага, туда же вышли. Очень много этого Е99 набираем, друзья. Похоже, сможем как только появится возможность что-нибудь крутое прокачать. Я надеюсь, если прокачки... Э, кто там это устраивает? Отправлю в ГУЛАГ. Это, наверное, тот чел, который в шапке ходил по дому. По дому. В общем, что я говорил? Да, прокачаем чего-нибудь. Как возможность появится. Ну и что? Ну и высунул ты башку. И что это дало тебе? Откуда ты взялся здесь? Тебя здесь не было, чувак? Доктор Демичев сказал, что прибор, который устанавливают в школе, безопасен. Но я все равно переживаю. Мой друг, который занимается испытаниями на животных, сказал, что Е99 вызывает мутации клеток. Как они смеют ставить опыты на детях? Ну да, это ужасно. На детях ставить опыты нельзя. Стол? А, в столе тоже что-то может быть? Мишка Олег любит мороженое. Мой рисунок про Мишку Олега получил первый приз. Он очень понравился дяде, который делает мороженое. Дядя обещал, что мой Мишка будет на обертке. Ха-ха, ну это мило. А что там, подожди. Видел ошейник, как у Мишки, у какого-то дяди в лаборатории. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, начинается, похоже. А не, просто урок. Не знаю, что замышляет директор, но с тех пор, как мы все назначили места в столовой, у нескольких учеников началась сильная рвота. Сегодня вечером проверю кухню, хочу узнать, чем они кормят детей. Если найду что-то подозрительное, сообщу. А если я правильно понял, они, получается, подмешивали что-то им в еду, чтобы провести эксперимент и посмотреть, какой будет результат. Сегодня мой первый день в школе. Мы с папой и мамой переехали сюда на прошлой неделе. Я не хотела уезжать, ладно? Не знаю, друзья, напишите в комментариях, стоит все записки читать или... Не имеет смысла. Опять же, они, в принципе, не особо длинные. Что у нас тут? А, ну это похоже то же самое, что и внизу рассказывали. Только другими словами. Так. Что-то, наверное, придется прыгать в дырку, но я не горю желанием. Пока не буду прыгать в дырку. Потом просто вдруг она ведет туда же, откуда мы пришли. На первый этаж. А я как бы по-второму хочу погулять. Почему мне во время обеда нельзя сидеть за столом с друзьями? Нас рассаживают по отдельным столам и заставляют есть то, что дают на тарелке. И меняться нельзя. Хотя я есть все равно не хочу. У меня живот сильно болит уже несколько дней. Ага. Так чем же они там кормят их? Е-99? Прямо вот на, кушай этот минерал. Посмотрим, что будет. Выбора-то у нас другого нет. Пришлось сюда. Прыгать. Что-то... Кто там кидается книгами опять? Э! Прикольно. Можно еще и не только башку, но и руку отстрелить. Видите? Валяется. Ну что, поползли в вентиляцию. Чел тоже полз, а потом уснул. И проспал подъем. Завтрак. И умер с голоду. Вы нашел новый инцидент еще ужаснее прежнего. Превышен порог Барисова. Мы опечатываем базу и направляемся к холму. Мы должны немедленно покинуть каторгу 12. Угу. Была срочная эвакуация. Но это не повод вот так вот все оставлять. Да. Пипец. Да как тебе в голову-то попасть? Э! Вроде бы попадал. Но лучше, наверное, с прицелом делать. И, ну, выстрел. Иначе разброс слишком колоссальный. И не получается попасть. Ты вроде как бы и прицелился. Вроде бы как бы и что-то подожди. Опаньки! АР-9 Валькирия. Основной автомат СССР. Получил прозвище Выбор Сталина. За идеальное сочетание убойной силы, дальности и точности стрельбы. Выглядит футуристично. Мне нравится. Но я пока побегаю с пистолетом. И он неплохо справляется. Буду называть его... Просто... Калашом. Потому что он выглядит как калаш. Из будущего. Ага. Напоминает внешнее оружие... Странно. Напоминает внешнее оружие из... Таймшифта. Не знаю. Если кто играл, думаю, поймет меня. Реально напоминает. Это мы берем. Это мы берем. Максимум аптечек. Так, давайте подхилимся тогда. Можно переносить с собой пять. Маловато. Если вдруг будет серьезный замес, пять это прям мало. Жесть. Куда? Куда бежим? Тут закрыто. А че? А как помочь? А как помочь тебе? Я могу отстреливать их отсюда. Да не шатайся ты. Да пф. Шатается что-то из стороны в сторону. Как я должен целиться в тебя? Забавно, после того, как на тебя нападут... После того, как на тебя нападут... У тебя магазин перезаряжается. Это прикольно. Как же рад я тебя видеть, Рэн. Не будь тебя, мне бы крышка. Мы должны были прибыть к спасателям еще вчера. Уходим отсюда. Еще вчера? Что, уже сутки прошли? Ну, ладно, друзья. На этом мы с вами, пожалуй, пока остановимся. Надеюсь, видосик вам понравился. Большое спасибо за внимание, за просмотр. И... До новых встреч. Удачи, пока и счастья вам. Берегите себя, друзья. Пока. Пока. Пока.